пугайтесь так соответственно представлюсь меня зовут членов антон я являюсь специалистом по сертификации компании и там и сегодня я для вас проведу вебинар который называется устройство комплексной защиты от пожаров афдд плюс соответственно пару слов о нашей компании компания и там основана в 1911 году штаб-квартира расположена в городе дублин ирландия и региональные штаб-квартиры разбросаны по по миру это америка кливленд китай шанхай швейцария город морж и бразилия сан-паулу также компонент имеет большое число центров по инноваций по всему миру клиенты более чем в 175 странах и около 99 тысяч сотрудников по всему миру также акции компании и там торгуются на американской бирже с листингом и тем компаний там с 1911 года не стояла на месте развивалась и параллельно приобретала какие-то дополнительные бизнесы в свой портфель так например в 1979 году была приобретена компания катлер хаммер это очень знаменитый производитель электротехнического оборудования на территории америки в 2004 году была приобретена компания power wear также очень крупная компания по производству электропитающих установок очень многие знают компанию мюллер и работали с устройствами данной компании и приятно удивляются когда узнают что в 2008 году компания мюллер была приобретена компании теперь является частью то есть у коллег остался очень хороший опыт пользования устройствами этой марки в 2008 году была приобретена компания феникстек это также очень крупный производитель электропитающих установок на территории китая и в 2012 году была приобретена компания cooper индустрии которая состоит из таких компаний например как сяк устрой это устройство по осветительное устройство взрывозащитное устройство и басман по компании по производству также или защитных электротехнических устройств соответственно вебинар называется защита от пожаров и поэтому я считаю нужно начать с определения пожар это неконтролируемый процесс горения причиняющий материальный ущерб опасность жизни и здоровье людей и животных на сегодняшний день известно достаточное количество способов тушения пожаров это огнетушители это автоматические установки пожаротушения автоматические пожарные сигнализации автономной сигнализации но я думаю все прекрасно понимают что необходимо решать не саму проблему да никогда точнее необходимо решать именно проблему а не ее следствия то есть решать проблему до возникновения пожара чем тратить большое количество времени и ресурсов и денежных и человеческих на устранение последствий таким образом предлагаю вам ознакомиться со статистикой статистика пожаров россия 2017 2018 год основные причины и можете заметить что в семнадцатом и в восемнадцатом году наибольшее число пожаров относятся точнее составляют это неосторожное обращение с огнем и неправильные нарушения правил устройства эксплуатации электрооборудования либо так называемые электрические пожары поэтому можете сделать вывод что электрические пожары являются действительно одними из главных причин пожаров в россии соответственно известны четыре основных причин и возникновения электрических пожаров это короткие замыкания это перегрузки токи утечки которые защищаются автоматическими выключателями узо либо дифференциальными устройствами защиты но также на сегодняшний день очень популярна четвертая причина которая очень часто освещается и многие вендоры создают продукты для решения этой проблемы которые называются дуговые пробои предлагаю также ознакомиться со следующей статистикой это распределение пожаров произошедших 2014-2018 годах по видам изделий либо на которых от которых возник пожар я специально светом выделил две такие зоны до которые включают в себя наибольшее число пожаров и давайте ее рассмотрим чуть-чуть поближе этого две зоны и можете заметить что в первой зоне это наибольшее число пожаров относится в местах возникновения это кабель провод и второй это выключатель вилка электрическая розетка разветвитель и если мы закроем с вами причина пожаров которые возникли именно от неосторожного обращения с огнем то есть это спички печи сигареты и посмотрим на общую диаграмму я представила в таком формате можете заметить что более 70 процентов около 72 процента это место возникновения относится к кабелям и проводам то есть наибольшее число пожаров электрических возникает именно в кабелях и проводах коллеги мне пишут нет звука у всех нет звука или кто-то слышит хорошо коллеги подскажите пожалуйста все меня слышит ну подключили микрофон но наверное ирине нужно включить микрофон мне кажется на твой не сделала да это я так понял что у коллеги была проблема со звуком то есть она видимо меня не слышит но если все остальные слышит то я предлагаю вам проверить настройки так и вернемся да к нашей статистике то есть наибольшее число пожара возникает именно в кабелях и проводах и второе место это выключатели вилки электрические розетки и разветвители таким образом действительно давайте немножко вернемся к истории да к истокам с чего вообще началась это откуда началась решение этой проблемы соответственно история развития устройств определения дуговых пробоев берет свое начало в сша в 92 году комиссия по безопасности потребительских товаров сша озаботилась проблемой снижения большого числа пожаров связанных и именно с неисправностями электрооборудования или как мы их уже назвали это электрические пожары таким образом были заказаны исследования на анализ данной проблемы у лаборатории пожарной и проведя исследование испытаний было установлено что дуговые пробои действительно являются важнейшим фактором возникновения электрических пожаров в жилом секторе в 97 году появился первый коммерческий продукт по обнаружению дуговых пробоев на это обратила внимание национальная ассоциация по пожарной защите и в 99 году была подготовлена новая редакция правил о безопасном устройство электроустановок в которой уже началось активное лоббирование до продвижения применения устройств определения дуговых пробоев и на сайте на слайде вы можете заметить что сша например с 2008 года устройство и все то есть на рынке так называется устройство обнаружения дуговых пробоев на американском рынке с 2008 года уже обязательно к применению в гражданском строительстве в германии например национальный стандарт обязывает применять афдд таким образом называются устройство защиты дуговых пробоев на европейском рынке обязательно к применению в спальнях детских комнатах местах пребывания детей пожилых людей инвалидов обязательно для применения с 2017 года в россии пока к сожалению данный данный стандарт только рекомендует применять устройство защиты дуговых пробоев стандарт вступил в 2018 году и в гости 50 571 от 2017 года даны рекомендации по применению мест устройств защиты дуговых пробоев и также я уже назвал да вот в правой части слайда вы можете заметить как на рынке америки на рынке европы и на рынке россии называются устройства обнаружения дуговых пробоев на данном слайде может приведена статистика числа электрических пожаров жилой секторе в россии и в америке коллеги можете пожалуйста поставить на mute ваши микрофоны так в 2008 году как мы уже это как я уже сказал да в 2008 году в сша обязательно стало применение устройств обнаружения дуговых пробоев и можете заметить что в 2008 году произошел резкий спад числа электрических пожаров и после 2008 года среднее число пожаров составляет около 23 22 тысяч пожаров в год в россии к сожалению остается тенденция ровная среднее число пожаров это 33 32 тысячи электрических пожаров в год соответственно можно сделать вывод что проблема действительно существует в некоторых странах она уже начинает активно решаться и устанавливать необходимо уже обязательно применение данных устройств в россии как уже заметили только носит рекомендательный характер и наверное из-за этого в том числе число электрических пожаров остается на примерно том же самом уровне давайте теперь рассмотрим что вообще представлять из себя дуговой пробой дуговой пробой либо дуковое замыкание это опасное непреднамеренное параллельной или последовательной дуга между проводниками действительно также существует различие между то есть различие в дуговых пробоях они бывают последовательные и параллельные последовательные дуговые пробои являются самыми частыми причинами пожаров около 90 процентов пожаров именно относят к возникновения последовательной дуги и она возникает в фазном проводе и ток который выделяется при возникновении этой причины до намного меньше номинального тока и поэтому не происходит отключение автоматического выключателя и также параллельная дуга которая является причиной только десяти процентов пожаров и она может возникать либо между фазным и нейтральным и либо между фазным и защитным проводником суть собственно тоже ток намного меньше номинального тока автоматического выключателя либо намного меньше номинального тока утечки и поэтому не происходит срабатывание защитных устройств ситуации когда может возникнуть дуга очень бытовые как вы можете заметить то есть это либо повреждены кабели во время ремонта либо повреждена розеточная группа то есть либо был плохой монтаж либо часто эксплуатация розеточной группы привела к разбалтывание контактов и их дребезжанию скажем так что возник но что является причиной также возникновение дуговых пробоев либо это неправильная эксплуатация вилки и кабеля что влечет за собой также его механическое повреждение повреждение изоляции и возникновение дуговых пробоев либо это грозуны где-то в мало обслуживаемых зданиях могут погрызть проводку либо ультрафиолетовое излучение также может повлиять на изоляцию кабеля что может привести к возникновению дуговых пробоев действительно в номенклатуре компании это появилось новое устройство которое называется fdd плюс который защищает собственно электро установки от дуговых пробоев таким образом устройство fdd плюс используется не только от защит не только для защиты от возникновения электрической дуги но также и от защиты токов утечки токов перегрузки и токов короткого замыкания поэтому если вы задумывались над вопросом почему fdd плюс потому что это три устройства в одном это защита токов перегрузки защита токов короткого замыкания защита токов утечки защита от дуговых пробоев а также в устройстве осуществлена защита внутренней электроники от повышенного напряжения устройство соответствует требованию стандарта и як 62 606 и производство находится в городе чехия в стране чехии соответственно fdd это цифровая технология сам модуль по обнаружению дуговых пробоев цифровой но дифференциальная защита выполнена на основе термомагнитного расцепителя и трансформатора тока номинальный ток от 10 до 40 ампер количество полюсов 2 номинальный отключающая способность 6 либо 10 киломпер номинальный ток утечки 10 или 30 миллиампер две характеристики срабатывания b и c на два типа чувствительности отце отключение либо моментально либо с задержкой по времени но и также как я уже сказал осуществлена защита внутренней электроники от колебаний напряжений соответственно также есть внутренний допуск по предельному значению и поэтому устройство fdd плюс должно срабатывать при напряжении в диапазоне от 200 264 до 290 до 290 вольт по переменному току как же работает fdd в устройстве зашит контроллер который пропускает через себя ток соответственно при возникновении дугового пробоя появляются высокочастотные составляющие устройство пропускает через себя этот сигнал и соответственно по зашитым в него уже шаблоном определяет либо это дуговой пробой либо это просто искрение от других устройств таких как дрели диммеры чуть-чуть рассмотрим попозже то есть не аварийный режим и поэтому устройство не отключается и также советуется устанавливать данное устройство на одну нагрузку для того чтобы не было накладывания друг на друга различных сигналов и устройство точно смогло сработать из-за дугового пробоя вот так собственно выглядит технически так выглядит кривые например можем заметить что при диммерной нагрузке происходит искрение но ток форма форма сигнала да она в период повторяется с определенной частотой поэтому это в целом не является аварийной ситуации и устройство не отрабатывает эту когда это искрение либо можем заметить вот справа на слайде представлена параллельная дуга также можете заметить что за полу период сигнал может возникать с разной частотой что является очень характерной особенностью дуговых пробоев и поэтому в данном случае устройство считывает эти сигналы их величину их частоту и если это является аварийным режимом то он отключает электрическую установку ну и также на слайде приведена приведены кривые тока и напряжения и можете заметить что при возникнуть то есть это кривые тока и напряжение при возникновении дугового пробоя соответственно при падении напряжения ток кратно возрастает и из-за этого происходит выделение большого количества тепла что ведет к возникновению пожара да действительно устройство fdd не срабатывает с дрелями со сварочными аппаратами с электронной нагрузкой диммерной нагрузкой пусковыми токами флуоресцентными лампами и искровыми разрядами на контактах как определить до статус сработал не сработало устройство как она работает для этого есть специальный светодиодный сигнал который покажет либо в устройстве все хорошо и она функционирует либо произошла какая-то авария и нужно обнаружить ошибку и устранить ее если сработал автоматический выключатель то выпадает белый блинкер на устройстве если сработало узо или fdd то выпадает синий блинкер действительно очень важно обратить внимание на инструкцию по монтажу fdd плюс устройство двухполюсная фаза и нейтраль слева или справа и важно определить направление тока подключение к сети подключение к сети осуществляется снизу подключение нагрузки осуществляется сверху соответственно электронной составляющей fdd обязательно необходимо подключение к нейтрали если пропадет выпадет нейтраль то электронная вот это электронный модуль fdd плюс не будет срабатывать по числу ошибок да то есть если горит зеленый свет то все хорошо устройство функционирует и дальше в зависимости от если произошла какая-то ошибка и в зависимости от количества сигналов то вы можете определить что произошла за ошибка то есть либо это последовательная дуга либо параллельная дуга перегрузка перегрев устройства либо вообще произошла какая-то ошибка в самом устройстве и необходимо вызвать человека который проведет диагностику по типовым местам применения согласно госту 50 571 пункт 421 7 данное устройство рекомендуется применять для специальных рекомендуется применять специальные меры защиты в цепях конечных потребителей например в помещениях с постоянным пребыванием людей в течение продолжительного времени в помещениях с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов помещениях с использованием горючих строительных материалов помещениях с использованием конструкций способствующих распространению огня и в помещениях в которых подвергается опасности невосполнимое имущество то есть это например какие-то культурные ценности, музеи, театры и так далее. Таким образом, действительно устройство FDD Plus является новым уровнем защиты, который в своем составе включает как автоматически защиту от тока в коротком замыкании перегрузки, защиту от утечки и защиту от горения электрической дуги. Очень часто нас просят представить однолинейки, да, как может выглядеть однолинейка с устройством FDD. Вот я на слайде вам представил однолинейку, это может быть вполне питание, например, однолинейка для квартиры и применение устройства FDD Plus. То есть очень часто также люди говорят, что это будет очень дорого применять устройство FDD Plus на каждую нагрузку. Этого абсолютно не требуется. То есть главное необходимо понять, для чего вы будете устанавливать это устройство. Если существует действительно вероятность возникновения дуговых пробоев, а мы рассмотрели, да, какие случаи являются причинами возникновения дуговых пробоев, то в этом случае, конечно же, оправданы применения устройства FDD Plus. И вот свежий проект, к сожалению, не российский, немецкий. Коллеги поделились с таким проектом. Это питание коттеджа. Соответственно, читаем снизу вверх, это выключатель нагрузки, УЗИП, УЗО, два штуки УЗО, однополюсные выключатели автоматические и сверху расположены два устройства FDD. И вот так выглядит сама однолинейка. Вот справа на слайде представлено устройство FDD Plus. Можете заметить, что действительно устройство FDD Plus не выполнено абсолютно на каждой отходящей линии. Защищаются только самые опасные места в доме. Также у нас есть файл. Если вы не можете определиться, применять ли вам устройство FDD Plus или не применять, вы можете обратиться ко мне и я пришлю, либо просто написать нам по адресу russia-sobaka.com и я пришлю вам данный файл, по которому вы сможете логически, да, по там, да-нет, определить, нужно ли вам устанавливать устройство FDD Plus или нет. И также, коллеги, устройство FDD Plus представлено в нашем обзорном каталоге. И вся номенклатура, вы можете скачать его у нас на сайте Eaton.ru. И также читайте нас в социальных сетях. Это Яндекс.Ден, Фейсбук и ВКонтакте. Я думаю, что у меня на этом всё. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить сейчас. Желательно задавать их в голосовом формате.